Ребята, всем привет! Сегодня к вам в своем видео и, как вы, наверное, догадались по названию и как вы догадались по моему цвету волос, сегодня у нас речь пойдет про окрашивание, про выход из светлого, выход из омбры и окрашивание в тон, однородный тон по всей длине. Я расскажу вам, как это сделала я, как я пришла к тому, что я хочу все-таки быть однородного тона и быть однородного тона, как я хочу иметь все-таки волосы по всей длине одного и того же тона и также я хочу затронуть такой вопрос, как вопрос омбры, вопрос балаяжа, кому, на мой взгляд, подойдет, кому не подойдет. И опять-таки, это мнение основано только на моем опыте, это мои рассуждения и мысли по этому поводу, поэтому, если вам такое видео интересно, то давайте начнем, поехали. Итак, прежде чем я вам покажу процесс своего окрашивания и чем я волосы окрашивала, давайте затронем вообще тему моих волос, какие они были, что меня подвигло сделать с омбры и как я пришла к тому, что все-таки нужно мне перекрашиваться и переходить к однотонному, однородному цвету волос. Я очень хотела омбры, скажу вам честно, и я пыталась себе сделать омбры сама два года назад, это, конечно, была полная катастрофа, у меня ничего не получилось. И чтобы вы понимали, что у меня получилось в первый раз, у меня после того, как я купила краску, краску я купила специальную для того, чтобы сделать омбры от L'Oreal, у них прямо такой набор и шел, он так и назывался омбры и несколько оттенков, то есть оттенки исходя из вашего натурального цвета волос, либо окрашенного, то есть исходного цвета, и исходя из того, что вы хотите получить более рыжее, более пепельное. Я себе взяла самую сильную, потому что волосы у меня были самые темные по вот этой шкале. И смотревшееся огромное количество видео на ютубе, я подумала, чем я хуже, я смогу это сделать сама, тем более свои волосы краской однотонно я всегда крашу сама, я всегда крашу волосы своей маме, я крашу волосы своим знакомым, и никогда никто не жаловался, поэтому я подумала, здесь, конечно, нужно будет немного более подопречься, но сама техника, как люди это делают, мне было понятно. И я почему-то подумала, что да, я смогу это делать сама, но я не учла тот факт, что большинство этих видео, которые я смотрела, были либо на волосах на несколько тонов светлее, чем мои волосы, либо люди это делали не на окрашенных волосах, а мои волосы были до этого окрашены. Поэтому у меня получилась рыжая катастрофа на голове, где-то вот отсюда и до конца моих волос, вот эти вот пряди, они просто отличались степенью рыжего оттенка, то есть от светло-рыжего до медно-рыжего, до прямо практически красного. И я понимала, что для того, чтобы мне достичь того цвета, который я хочу, по крайней мере того цвета, который можно было бы задонировать в дальнейшем, мне нужно опять-таки повторно волосы осветлять. Но я понимала, что мои волосы этого не переживут и что они просто посыплются, поэтому я решила нет. Я похожу неделю с вот этой вот непонятной мишурой на голове и после этого я просто покрашу волосы в однотонный цвет. И в принципе это я и сделала, я дала своим волосам немножечко отдохнуть, я все это время их напитывала маслами, прямо на ночь делала масляные маски и старалась не использовать, точнее не старалась, не использовала никаких утюжков и фенов. И за неделю, так скажем, дала немножко отдохнуть и купила себе безымячную краску. И безымячной краской я волосы закрасила в один цвет. Это был шоколадный цвет. И видео про то, как я красила волосы в шоколадный цвет я вам где-нибудь оставлю. И в этом видео, кстати, есть картинки. Вот я оттуда возьму картинки, потому что картинки со старого компьютера, который у меня сломался. И в этом видео я вам показывала, что у меня творилось на голове. И да, все это, конечно, было очень печально. Но все это время мысль о том, что я все-таки хочу себе сделать омбры и хочу себе сделать омбры профессионально, чтобы мне это сделал человек, знающий и понимающий, что он делает. Меня не отпускало. И спустя полгода, проштудировав интернет, изучив, наверное, все борисовские какие-то парикмахерские террасалоны, также людей, которые это делают на дому, я все-таки нашла тот вариант, который мне подходил. И лично для себя я всегда исхожу с такого принципа. Мне нужна картинка до и картинка после, чтобы я могла оценить, то действительно квалифицирован ли в моем понимании мастер, либо нет. Мастер мне сразу сказала, что так как вот этот рыжий-красный пигмент у меня в волосах присутствует, и он будет пробиваться, то волосы нужно будет постоянно тонировать. Либо, возможно, мне понравится тот результат после того, как волосы помоются несколько раз, и они будут такими немного рыжеватыми. И если меня будет устраивать такой результат, то тонировать, соответственно, не нужно. будет, и можно будет ходить с тем результатом. Но она мне сказала, она меня предупредила, что вот эта рыжина, она будет проступать, потому что в моем случае другого варианта нет. Но, как говорится, если мы чего-то хотим, точнее, в моем случае, если я чего-то хочу, то я согласна на все, мне кажется, да, я буду тонировать, ничего страшного, что-то такого, куплю себе тонирующее средство, и все будет вообще тип-топ. И тем более, опять-таки, я все это люблю делать сама, я думаю, я набью себе руку и буду ходить с этим омбро, счастливая. Тут волосы вроде здоровые, я имею в виду, макушка моя здоровая, но не трогали. Тут можно будет что-то подстригать немножечко, убирать, если волосы станут совсем сухими. И, кстати, насчет сухости, мастера меня предупредила, для того, чтобы они не стали ломаться, не стали убитыми, не стали сечься конкретно по длине, мне нужно волосами заниматься. Говоря волосами заниматься, мастерами на виду, что волосы мне нужно будет подлечивать, подлечивать как масляными масками, так и масками, желательно из профухода, поэтому в их магазине я этот профуход и приобрела, я приобрела как шампунь, так и маску для волос. И, проведя в этом салоне, наверное, 4 либо 5 часов, я счастлива и довольна, ушла домой. И мои приключения начались уже после того, как прошел где-то месяц, с того момента, как мои волосы были покрашены. Я все делала, как мне кажется, правильно, я носила огромное количество масок, я использовала этот профуход, я старалась волосы не травмировать, я их вообще не сушила феном, я сушила их только естественным путем. Но, тем не менее, мои волосы стали очень-очень-очень сухими и безжизненными подлиннее, я не могла это стерпеть и вынести, и я начала их постепенно подстригать. Сначала я подстригла, ну, приблизительно вот столько, через 2 недели я подстригла чуть поменьше, и потом, наверное, каждую неделю я состригала еще по сантиметру, потому что я ненавижу вот это ощущение, когда ты трогаешь волосы, и они просто как солома в руках, они прямо, ты слышишь, как они мнутся. Поэтому, нет, нет, я этого не люблю, и мне было не жалко, я их состригала, состригала, потому что это то, что нужно состригать, и с теми волосами, которые уже настолько безжизненными, ничего не произойдет, они изменятся, и никакие средства на них не повлияют волшебным образом, и они не восстановятся. Далее, естественно, волосы стали рыжить и приобретать тот самый красный пигмент, он начал проступать явно, конкретно, и началась моя эпопея с тем, чтобы их затонировать. Простыми тонирующими средствами, которые идут без вот этого окислителя, они не тонировались. Волосы мои стали конкретно рыжими, я думаю, что в моем предыдущем видео вы заметили, насколько они стали прямо рыжими-рыжими, и я никак не могла это истерпеть, никак не могла это больше видеть на себе, мне очень хотелось вернуться в свой цвет, приближен к своему цвету, темно-коричневому. Но говоря про краску, краска это у нас от L'Oreal, она называется Preference, это серия Preference, и что у нас тут обещают? 8 недель блеска и сияния, это полноценная аммиачная краска, то есть это не безаммиачный продукт, это стойкая краска, и оттенок я себе брала 4.15 с каракасом, темный каштам. И вот видите, как темный каштам смотрится на мне сейчас, но будем учитывать то, что я волосы еще не мыла ни разу, после того, как покрасила волосы, то есть ни одного мытья у меня еще не было. И, ребята, теперь я вам вставлю свой вот этот маленький клип, который я снимала, когда волосы окрашены, и вы можете посмотреть, что у меня получилось. Вы видели, что я пшикала волосы маслом, эликсиром от L'Oreal. В упаковке, в инструкции было сказано, намочить волосы немного водой, но всегда, когда я окрашиваю волосы стойкими красками, я наношу либо масло на ночь до этого, либо вот использую какие-то масляные спреи по всей длине, чтобы волосы мои травмировались меньше. Но результат, по моему взгляду, это никак не влияет, но на качество волос все-таки немного влияет. Вот такой процесс, процесс, который занял у меня минимальное количество времени. У меня достаточно хорошо набит рука в этом плане. Вы видите, что у меня никаких пятен нигде нету, все окрасилось, покрасилось равномерно. Все это дело я наносила очень быстро. В комплекте у нас идут перчатки, в комплекте идут две тубы, которые смешиваются между собой, тут никаких вопросов не возникнет. И третий тубы, который называется бальзам. Инструкция, в инструкции сказано держать краску. В моем случае 20-25 минут, я так и сделала, и через 25 минут я ее смыла, и вот то, что у меня получилось, вот то, что вы можете видеть. На этом моя эпопея с волосами закончена. То, каким будет цвет после нескольких смывок, вы увидите в моих следующих видео. Если вы хотите окрасить волосы в омбра, сделать омбра, либо балаяж, и у вас такая же ситуация, как у меня, волосы были окрашены в темные тона, в коричневые тона, либо у вас в волосах есть этот рыжий пигмент, который нужно будет закрашивать, будьте готовы к тому, что у вас будет целая эпопея с волосами, вам нужно будет их постоянно тонировать. Если вы не готовы материально и морально к тому, чтобы волосы постоянно тонировать, волосы у вас будут рыжие. Плюс кто и что бы ни говорил про окрашивание, вопрос окраски и осветления волос. Осветление волос влияет на волосы в тысячу раз хуже, чем окрашивание. И также после того, как я волосы осветляю, у меня ни разу не было такого, чтобы мне не захотелось, точнее у меня не было нужды в том, чтобы волосы подстричь. Всегда мне их приходится состригать, и концы у меня волос просто убитые. Поэтому если у вас опять-таки волосы тонкие, волосы ломкие, пористые, то я думаю, что все-таки вряд ли этот вариант для вас, особенно если вы от природы темноволосы, и опять-таки у вас этот рыжий пигмент в волосах присутствует. На этом, ребята, я свое видео буду заканчивать. Надеюсь, оно не получится супер длинным, и в то же время надеюсь, что оно будет для кого-то полезным. Субтитры сделал DimaTorzok